Если вы ждете субботу, суббота совсем скоро, а вернее суббота здесь, вы на канале Минской Правды, и в любой день недели для вас субъективный взгляд на объективные косяки белорусской оппозиции. В литературе и кино спойлерами называют преждевременно раскрытую информацию, которая рушит интригу. Например, если в начале вашего изучения книги, фильма Агаты Кристи, кто-то вам шепнет, что Речета коллективно убила дюжина пассажиров Посточного Экспресса из месяца за трехлетнюю девочку и ее семью. Ну и в чем удовольствие читать дальше, не имея возможности насладиться развязкой? А в политике спойлер – это кандидат на выборах, который за победу не борется, а лишь оттягивает на себя голоса и проценты другого кандидата со схожей программой. И белорусская оппозиция – это спойлер на спойлере. Киношный – на политическом. Начнем со спойлера киношного. Последнее воскресенье февраля в Беларуси выборы в парламент и местные советы. Это, конечно, компания не президентская, но, тем не менее, легальная процедура попытки обретения власти. Доступная и конструктивная оппозиция. Деструктивной доступен лишь выбор из административной или уголовной ответственности. Но политика здесь ни при чем. Причем лишь закон, который нарушать нельзя. Что начнет происходить сразу после новогодних праздников? Спойлер. Беглые будут доказывать, что выборы нечестные. Значит, никому из оппозиции нельзя принимать в них участие, потому что все равно избираться кандидатам от оппозиции Лукашенко не разрешит. Но есть нюанс. Так, любимый беглыми YouTube был запущен в 2005-м, а в 2007-м локализован, то есть начал полноценную работу на территории Беларуси и России. А уже спустя год, в 2008-м, на YouTube появляется видео из Минска с подписью «Кандидаты в депутаты сожгли свое удостоверение». Качество видео плохое, но главное действующее лицо идентифицируется по узнаваемой картавости. Спойлер. Это Статкевич. Люди постарше могут покопаться в воспоминаниях, кто помладше покопаться в интернете, упрямые скептики могут покопаться в своих комплексах, но, тем не менее, факт, процедура уничтожения неких избирательных документов вместе с самоуничтожением себя, как субъекта электорального процесса, характерна для белорусской оппозиции. Практически каждые выборы кто-то куда-то выдвигается, власть не против, если все законно. С наступлением права делать следующий шаг в борьбе, опы начинают зачем-то сжечь. Глаголом в экран и зажигалкой по бумаге, для того, чтобы потом зажечь железом по стеклу. Это уже классика. Происходящее у дома правительства превращается в банальный погром. Прошлые выборы в парламент – то же самое. Оппозиционных представителей ЦИК регистрируют в качестве кандидатов, а они зажигают. Протестуя то против досрочного голосования, то против недостаточности наблюдения, то из-за его избытка за собой, то против погоды, против непогоды и вообще в знак солидарности с вымиранием под кустовых выползней. Зачем это делать? Худшая для белорусской оппозиции в борьбе с режимом – это даже самая малая победа. Но к этой теме вернемся ниже. Весна 2020 года, до выборов президента полгода. Оппозиция объявляет о праймерис, то есть о выборах единого кандидата, который выступит против Лукашенко единым фронтом. Вся эта затея ожидаемо заканчивается провалом. Двое из пяти оппозиционных граждан снимаются с внутренних выборов. Оставшиеся троица со страждущими, переругавшись, праймерис отменяет, сославшись на коронавирус. Спойлер – коронавирус здесь ни при чем. Но интересно будет вспомнить, какие требования должен был выполнить избранный НЕО белорусской оппозиции в случае согласования единым кандидатом. Их требований было шесть. Выступать за независимую Беларусь и против диктатуры, то есть за все хорошее и против всего, на их взгляд, плохого. Далее – защищать социальные и экономические права граждан, то есть то, что декларирует любая политическая сила, а делает в Беларуси Лукашенко. Далее – требовать выхода Беларуси из организации договора о коллективной безопасности, то есть расторгнуть военный союз с Москвой. Далее – расторгнуть договор о союзном государстве Беларуси и России, то есть расторгнуть политико-экономический союз с Москвой. Выступать за развитие беларусского языка и культуры, а они при этом слово «развитё» пишут с мягким знаком. Выступать за добрососедские равноправные отношения с США, ЕС, Россией и другими странами. Именно за добрососедские. У них так и было написано. И плевать, что с США мы, мягко говоря, не граничим. Из этого перечня интересны два вывода. Первый – нелогичность оппозиции, выраженная в последнем пункте. Если расторгнуть политико-экономический и военный союз с Россией, вряд ли с Россией получится построить добрососедские отношения. Не правда ли? И Россию в этом случае можно и нужно будет понять. И второй – хоть трижды единого кандидата с такой предвыборной программой, в которой или общефилософская каша, или агрессивная антироссия, легко победить на выборах не только Лукашенко, но и стул. Причем и в первом случае, и во втором, в первом же туре. Можно, конечно, списать все на глупость оппозиции, но не все там глупы. А если что-то кажется бредом, то, взглянув на это с другой стороны, можно попробовать увидеть и нечто гениальное. Тем более, что это – две крайности одной сущности. Краеугольный камень белорусской оппозиции – Москва и российский вопрос. И дело даже не в том, что публичные риторики и их лидеры ругают то Лукашенко за якобы диктатуру в Беларуси, то Путина за якобы над диктатуру в Беларуси. Посмотреть на это можно и с другой стороны. Выступить против Союза Минской Москвы в Беларуси гарантируемо есть политический суицид. Любого кандидата, хоть в президенты, хоть в депутаты сельсовета. Нарушить стройную игру в 20-м попыталась та же Тихановская, ляпнув единожды про мудрого Путина. И все-таки Владимир Путин – он мудрый руководитель. Еще несколько раз. Как они все надеются, что Владимир Владимирович зачем-то им поможет. Не прокатило. И все быстро вернулось в стандартную оппозиционную парадигму. Мы против Лукашенко, против Путина, против России, но за процветающую Беларусь. Как Беларусь будет процветать без Лукашенко и поругавшись с Путиным, не уточняется никогда. И вот развязка. Белорусская оппозиция – это набор спойлеров. Политических, которые не претендуют на победу, а всего лишь оттягивают на себя голоса другого кандидата. Какого? Того, которого не было и нет сейчас, но который в теории может появиться. Действительно сильный и разумный лидер, способный объединить демократические силы. Ужас белорусской оппозиции – это победа. Потому что в этом случае всем остальным моментально перекроет финансирование на борьбу с непобедимым диктатором. Вспомните всех представителей оппозиции в Беларуси эпохи Лукашенко. Мягко говоря, товарищи неприметные. Кривые, а то косые, а то физически, а то морально. Думаете, других у них нет? Ой, не факт. Может и есть. Но их ни в коем случае нельзя предъявлять протестному электорату. Потому что тогда они подумают, что победить хотя бы на выборах в парламент возможно. И зададут всей остальной банде, униженных и оскорбленных, логичный вопрос. А вы тогда зачем? А затем, чтобы условно 10% голосов не за Лукашенко равномерно распределились между этими униженными и оскорбленными. Создавая иллюзию попытки борьбы за власть. Кривые и косые довольны исполнить роль спойлеров. Забирая голоса у потенциально сильного оппозиционного кандидата. Забирая еще и деньги на борьбу. Карусель, длящаяся десятилетия. А чтобы уж точно никто не мог показать приличный результат, нужно, как на праймере, собязать всех поругаться с Москвой. Потому что такой кандидат получит залп не только от белорусских СМИ, но и от российских. А это политическое самоубийство. Вот и играются эти самоубийцы спойлеры в иллюзию борьбы. И всем довольны, выдвигаются, проигрывают, бузят, попадают в тюрьму, выходят, снова летят спойлерить. Слабоумие и отвага? Нет. Деньги и заработок? А в крайнем случае всегда можно отказаться от борьбы и сжечь удостоверение. Спойлер. Уже пытаются найти таких претендентов в кандидаты в депутаты. Вспомните об этом, когда они снова начнут сжечь. И уж простите за спойлера спойлера. Вы не вспомните ни одного оппонента Лукашенко последних десятилетий, кто собирался бы дружить с Россией. Хотя бы в предвыборной риторике. Хотя бы обманывая электорат. Но это было бы хотя бы попыткой не проиграть на старте. Мол, мы, конечно, не задействующая власть в Беларуси, но хотим дружить с Москвой. Путин, привет! Ни одного такого кандидата не было. Что есть политическая глупость или гениальность, если цель гарантирована проиграть?